Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. События этой недели точно войдут в мировую историю. Начало эвакуации беженцев из Донецкой и Луганской народной республик, признание президентом России их суверенитета и объявление военной спецоперации в Донбассе. Эти новости всколыхнули всю мировую общественность. Их обсуждают, за ними пристально следят и прогнозируют последствия. Алтайский край, естественно, тоже отреагировал на происходящее. Власти нашего региона оперативно заявили о готовности принять в край беженцев. И с каждым днем все больше рядовых земляков изъявляют желание принять у себя переселенцев с Донбасса. Но приютить людей – лишь одна забота. Алтайские эксперты осторожничают в высказываниях, но говорят о происходящем легко России и ее жителям не будет. В нашем следующем сюжете от Анастасии Дороган – хронология событий и череда последствий от спецопераций в Донбассе. 21 февраля объявлена эвакуация населения в Донбассе. В первый же ее день границу с Россией пересекли порядка 90 тысяч беженцев. Регионы, в том числе наш, стали выражать готовность принять людей. На следующий день, 22 февраля, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре это сделали Сирия и движение в Йемене, выразили поддержку Южная Осетия, Абхазия, планируют признать суверенитет Венесуэла, Куба, Никарагуа. Западный и европейский мир решения не понял. Подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой народной республики, о признании Луганской народной республики. В тот день было подписано два соглашения. Второе – о дружбе и взаимопомощи. После того, как главы ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи, президент объявил о начале военной спецоперации. Цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денисификации Украины. А также преданил суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Утро 24-го. Взрывы слышны на окраине Луганска, Одессы, Краматорска, Николаева. Началась эвакуация людей. В России отменили рейсы в 12 южных аэропортах. Отток людей пошел в обе стороны – жители Донбасса в Россию, Украину и в Европу. В Киеве огромные пробки на выезд из города, отчего часть жителей предпочла переждать в панике дома. К концу четвергами на обороны России отчиталось, уничтожены более 70 объектов военной инфраструктуры Украины, включая аэродромы. Власти заявляют, били исключительно по военным или стратегическим объектам. Только что очень сильно бахнуло, очень сильно. Не знаю, как вы, а я валить. Россияне разделились в позиции к происходящей спецоперации и можно ли ее назвать операцией. Но едино отреагировали в другом. Уже к вечеру в городах страны фиксировали скопление людей у банкоматов. К сегодняшнему утру либо все уже успокоилось, либо люди просто пока на работе. А вот в частности к банкомату ВТБ стояло несколько человек и очередь прям сохранялась в районе 6-7 человек. По данным РБК, за день военной операции россияне сняли со счетов 111 миллиардов рублей. Мы провели небольшой опрос в соцсетях среди барнаульцев об их денежной тактике. Большинство предпочитают пока ничего не делать. Эксперты, впрочем, тоже пока не рвутся комментировать происходящее. Некоторые политологи называют операцию логичным развитием событий с 2014 года. Войсковая операция, которая действует с точки зрения Бликскрига, оправдывает все, что существовало до этого. Да, мы теперь будем находиться в режиме осажденной крепости. Да, у нас теперь будет скорее мобилизационная экономика. Жителей больше волнует их кошелек, который не будет прежним. США огласила список санкций. Среди них санкции против ряда российских банков, в том числе Сбера. Людям, чьи деньги не выходят из страны, вряд ли стоит переживать, говорят эксперты. А вот для внешнего оборота и бизнесменам придется придумывать схемы обхода. И это лишь начало. Сейчас объявили о том, что перестанут нам отправлять, продавать, вернее, самолеты, запасные части к самолетам. Тут автомобили, строители грозятся, что перестанут отправлять в Российскую Федерацию легковые автомобили и так далее. Все это в конечном итоге приведет к росту цены и приведет к инфляции. Крупная сеть электроники за сутки подняла цены на 30%. Объясняют это ростом спроса и туманным будущим поставок. Неясное будущее и у россиян. По мнению политологов, долго эта спецоперация не будет. Зато последствия могут растянуться на годы. Анастасия Дороган, День с толком. С этой недели в России начали выдавать сертификаты тем, у кого есть антитела к коронавирусу. Теперь QR-код можно получить не только после вакцинации или перенесенного ковида, но и в случае выявленных антител. При этом количество антител значения не имеет, важен сам факт их наличия. Сертификат можно будет получить в течение трех дней с момента подачи заявления. А в Барнауле тем временем на неделе закрылась ковидная поликлиника на базе диагностического центра. Напомним, ковидное отделение там развернули в начале февраля, чтобы снизить нагрузку с красных зон города. Значит ли это, что очередная вспышка коронавируса позади? Об этом расскажет Ирина Корчагина. В начале февраля в диагностическом центре развернули ковидную поликлинику. Она была изолирована от чистой зоны. Здесь можно было оформить больничный, сдать тест на коронавирус, анализы и пройти КТ легких. Так в Минздраве решили снять нагрузку с городских больниц. Количество пациентов достигало до 500 в день. Дифференцировать от ОРВИ от гриппа, конечно, было тяжело. Симптомы практически одинаковые. Начиная от общей слабости, недомогания, заложенности носа, потери голоса, боли в ухе, кашля. Все это время в центре продолжала работу и главная ковидная ПЦР лаборатория края. В этом месяце здесь поставили новый рекорд – 14 тысяч проверенных тестов за день. Сейчас в лабораторию поступают в среднем по 3 тысячи тестов, что говорит о спаде вируса. И вот сегодня красная зона диагностического центра закрылась. Врачи вернутся на плановый прием, хотя еще в начале февраля морально здесь были готовы работать в ковидном режиме до апреля. Но обошлось. Посмотрели бы на наши коридоры две недели назад, вы бы увидели, что здесь была пустота. Пустота в кабинетах, потому что не было докторов, они все работали, занимались другим делом. Пустота, напряженность и такие немножко глаза у всех тоскливые у пациентов, потому что это тоже людям переживать третий-четвертый раз волну ковида – это сильно тяжело в психоэмоциональном плане. Не исключено, что в диагностическом центре снова развернут ковидную поликлинику, если понадобится. А пока Барнаул, который первый принял на себя ковидный удар, может выдохнуть. В отличие от районов Края, теперь это новая цель Омикрона. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Сразу два крупных медицинских центра Края пополнились современным оборудованием. Благодаря финансированию по нацпроекту. К примеру, в больнице скорой медицинской помощи появилась японская видеоэндоскопическая система, о которой мечтали 10 лет. Она обошлась в 25 миллионов рублей, но это того стоит, уверены медики. О новой медицинской технике и открывающихся возможностях в лечении пациентов в видеосюжете. Японское оборудование самого высокого класса позволяет, по словам врачей, проводить неотложную хирургическую диагностику желудка и 12-перстной кишки, удалять камни в желчном, делать видео и фотоизображения манипуляций. Тут многочисленные функции, увеличение записи, функция NBI, которая позволяет более детально смотреть на слизистую оболочку, на мелкие структуры, проводить дифференцировку между нормой патологии, онкопатологией в том числе. Быстрая и качественная помощь – то, к чему стремятся и специалисты кардиодиспансера. Теперь это сделать проще. По нацпроекту сюда поступил первый аппарат ЭКМО. Он способен заменить функцию сердца, взяв кровь пациента. Пропускаем ее через вот этот вот блок. В этом блоке она полностью оксигенируется. Через специальное устройство удаляется углекислота и уже насыщенная кислородом кровь поступает через другую магистральную вену, непосредственно в правые отделы сердца. При сложных операциях возможно подключать разные желудочки и разгружать ту или иную камеру сердца. Можно облегчать сердечную патологию, поддерживая систему притяжелой пневмонии. Это совершенно новый уровень помощи, говорят врачи. Ряд этих пациентов отправлялись в федеральные центры. Те пациенты, которые нуждались в тяжелых сердечно-сосудистых операциях, с тяжелым выходом в послеоперационном периоде. Теперь мы в рамках нашего кардиологического диспансера можем непосредственно оказать эту помощь. Применяют аппарат все-таки в экстренных случаях, но и их немало – 15-17%. В рамках нацпроекта здесь появилось и еще одно оборудование – оно улучшает сократимость сердца. А в больнице скорой медпомощи рассчитывают на новое поступление уже в этом году. Самое востребованное, я думаю, это операционные столы. Потому что некоторые столы, столам уже больше 30 лет. Мы сформировали заявку, мы видим, что нас услышат, что им требуется замена. И это не все. К примеру, эндоскопические стойки нужны в хирургическом и гинекологическом отделениях. Травматологам требуются новые рентгеновские установки. Собственно, в обновлении материальной базы нуждаются почти все отделения больницы скорой медицинской помощи. Татьяна Голубева, День Столком. Родителям приемных детей на этой неделе повысили пособие. Накануне решения об этом на очередной сессии ЗАГСобрания приняли краевые депутаты. Подсчитано, подросшую выплату получат около 300 алтайских семей. О материальной поддержке усыновителей и опекунов, а также ее новом размере, подробно рассказал один из парламентариев. На 20% увеличить вознаграждение от базы для тех приемных родителей, которые воспитывают детей до 3 лет, или детей инвалидов, или детей с ограниченными возможностями. Мы, понятно, понимаем, что данная категория детей требует и повышенного внимания, и повышенных расходов. И поэтому своим законопроектом постарались частично компенсировать вот те расходы и тот труд приемных родителей, который сопряжен с воспитанием либо очень маленьких наших детей, либо детей, которые находятся у нас в тяжелой ситуации в виде ограниченных возможностей. Если в цифрах, там же вознаграждение происходит с учетом еще и районных коэффициентов. Поэтому, если говорить в целом, то выплаты составят порядка 5000 рублей, и они увеличатся по сравнению с прошлыми выплатами где-то на 447 рублей. Понятно, данную выплату надо индексировать это раз, а второе, возможно, есть целесообразность ее привязать, ну, например, к МРОТу Российской Федерации, в какой-то части МРОТа, да, что было бы, наверное, справедливо, потому что это именно вознаграждение за труд родителей. Более 56 тысяч человек покинули Алтайский край за последние три года. И это только по официальной статистике. Наиболее привлекательными субъектами для жителей региона стали Новосибирская и Кемеровская области, а также Краснодарский край. Зачем гонятся люди, которые уезжают из края? И что все еще держат тех, кто остается? Расскажем в следующем сюжете. С урбанистикой полный провал. Тут невозможно не ходить, не ездить, не где, без машины. Моя, например, зарплата считается маленькой. Всего 18 тысяч в месяц, это как бы вообще ни о чем. 56 тысяч 104 человека. Именно столько покинули Алтайский край за три года. Полсотни тысяч. И это только по официальной статистике. То есть эти люди снились с регистрационного учета. А сколько уехал, на самом деле остается только гадать. По данным Росстата, чаще всего наши переезжают в Новосибирскую и Кемеровскую области, Краснодарский край. Также жители Алтайского края стремятся в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Что касается зарубежья, здесь в лидерах Германия. За три года туда уехало 402 жителя Алтайского края. По статистике у нас, допустим, убывает в иные субъекты и за пределы намного больше, чем прибывает граждан. Убывает, как правило, у нас в территории Алтайского края трудоспособная часть населения. Это возраст у нас идет от 17 до 45 лет. Соответственно, дети несовершеннолетние, потому что уезжают семьями. Уезжают студенты, кто-то уезжает на заработки в соседние регионы. Уезжают и те, кто недоволен низкими зарплатами и уровнем жизни в целом. Уехал я, конечно, не спонтанно. В течение полутора лет прозондировал почву, готовился. Потому что я понимал, что со мной семья, что нужно ее кормить как-то. Уровень жизни тут выше намного. Даже, допустим, если кто-то получает ту же зарплату, что и на Алтае, допустим, такая же зарплата, то на коммунальные платежи он будет тратить гораздо меньше, соответственно. А свободных денег у человека будет больше. Очень много парков, очень много развлечений, не барных так называемых развлечений. Чего не скажешь о Барнауле, который умирает в 21.00. В 10 вечера едут, а сложно заказать. И это говорит только о том, что город не развивается в сторону лояльности к жителям. Город развивается в какой-то другой вещь, скорее всего. Там масштабные стройки, новые микрорайоны, но при этом абсолютно отсутствует лояльность к населению. В прошлом году Алтайский край попал в список географии отчаяния. Она основана на данных по числу самоубийств, гибели от алкоголя или наркотиков в российских регионах. Из 79 субъектов наш край занял 67 место, то есть мы почти попали в десятку антилидеров. Эксперты связывают это с темпами роста региональной экономики, уровнем безработицы, общим состоянием рынка труда. Алтайский край на сегодняшний день занимает последнее место по уровню заработных плат в Сибири. Суицид на первом месте, мы в красной зоне, детский суицид. Вот вам реализация молодежи и все темы. Уровень разрыва по зарплатам, он гигантский. Реализовать себя они не могут. То есть разрыв вот этот с помощью интернета, современных технологий, он ускорился. И люди, по сути, остались одни сами с собой, брошенные в сельской местности. В Алтайском крае живет 50% в сельской местности. У нас все едут в Москву, чтобы развивать свои проекты, потому что именно оттуда все распределение идет. Так построена система центральная. И пока ситуация не меняется, желающих уехать из региона меньше не становится. А значит, Алтайский край и дальше ждет отток мозгов и рабочей силы. А так хорошо здесь все. Вот если бы не погода, было бы потеплее, я бы, конечно, нормальный здесь. Я здесь родилась девушка. Здесь мои бабушки, прадедушки, дедушки, которые воевали, все похоронены здесь, живут. И поэтому я никуда не собираю всех. Хотя была возможность в Германию уехать. Один из дней этой недели посвящен поддержке жертв преступлений. Эту дату учредили для того, чтобы обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий. В последнее время в Крае ежегодно регистрируют в среднем около 20 тысяч преступлений. Немалая часть из них совершается на бытовой почве. Жертвы преступлений в семье чаще женщины и дети. Почему и какую помощь им оказывают в Алтайском крае, об этом нам в интервью рассказала специалист по социальной работе Краевого кризисного центра для женщин Марина Свидерских. Сколько женщин к вам ежегодно обращается в центр? К нам в центр обращается более 2 тысяч женщин и детей. Если посмотреть по процентам, то это около 30 процентов детей. Остальное в большинстве это женщины. Мужчины к нам гораздо реже обращаются. И этим женщинам и детям мы оказываем более 24 тысяч услуг в год. На что чаще всего жалуются женщины и дети, если и дети жертвы преступлений бытовых? Если говорить о насилии в отношении женщин и детей, то здесь разные формы. Это и физическое насилие, и психологическое насилие. Гораздо реже обращаются к вопросам экономического насилия, потому что его идентифицировать как насилие даже многие не способны. И сексуализированное насилие, репродуктивное насилие, это вообще табуированные темы, про которые в обществе не очень принято говорить. Потому что дома уже нельзя изнасиловать или заставить рожать, потому что часики тикают и так далее. И обычно женщины обращаются, когда уже прям избивают. Реже обращается женщина, когда она приходит, например, с одним запросом по разводу. В процессе работы мы выясняем, что развод-то это повод, а причина это насилие. Вы сейчас перечислили разные формы насилия и сказали, что по некоторым из них крайне редко обращаются. И все же есть такие обращения? Да, есть. Принуждение к сексу в семье. Если этого нет, то, как у нас говорят, скандал на глазах у детей. И женщина вынуждена для того, чтобы не раскручивать эту историю до более тяжелых форм. Она, возможно, соглашается. Здесь важно говорить, наверное, еще и о последствиях насилия, в том числе и в отношении детей. Даже если они не подвергаются прямому насилию, но являются свидетелями насилия. В нашей практике бывают женщины, которые родили ребенка, но для которых это крах. Потому что были интересы, были цели, были стремления. И тут мир переворачивается с ноги на голову. Никаких социальных связей не остается практически. И в том числе, да. И поэтому пострадовые депрессии часто это тоже одна из проблем, с которой мы работаем. Помимо психологической очевидной помощи, в какой еще поддержке нуждаются женщины? Часто это юридическая поддержка, но, к сожалению, у нас возможности нашего учреждения ограничены только консультациями юридическими. Эта тематика обычно развод, имущественные права, права детей и лишение родительских прав. Кроме этого, если женщина находится в трудном положении, в трудном в плане жилья положении, у нас в кризисном центре есть социальная гостиница для женщин с детьми до трех лет. Ну, это не значит, что если у мамы ребенку три года и шесть лет, то этого шестилетнего мы куда-то в другое место определим. Нет, мы за сохранение семьи, и мама у нас с детьми, со всеми, по возможности, детьми проживает в гостинице. Такая помощь у нас до трех месяцев. Если ситуация не разрешена, то на консилууме решаются вопросы продления проживания. Специалист по социальной работе гостиницы помогает женщине трудоустроиться, помогает определиться с пособиями, с выплатами, которые есть в государстве. Иногда женщина даже не представляет, как зарегистрироваться на госуслугах. Бывают очень экстренные ситуации, когда к нам привозят женщин с полицией, когда привозят из больницы, потому что после выписки ей некуда идти. И мы содействуем тому, чтобы они на улице не остались. Такая помощь, она бесплатна? Да, это бесплатная помощь для тех, кто к нам обращается. Какой бы вы совет дали женщинам, которые, возможно, сталкиваются с несправедливостью и хотят куда-то обратиться за помощью, но пока, возможно, не решаются? Угу. Я бы здесь сказала, что она не виновата, что с ней происходит. Вина лежит на том, кто это совершает. И она не одна в своей ситуации. И здесь нужно обращаться за помощью. Это не стыдно. Потому что речь идет о ее жизни, о ее безопасности и о безопасности ее детей. 12 лет строгого режима потребовал прокурор для Михаила Старцева, участника смертельной драки на Старом базаре, в результате которой погиб барнаулиц Павел Рохлов. На неделе в Центральном районном суде состоялось очередное слушание по резонансному делу. Снимать на камеру уже по традиции в зале заседания не разрешили, но нашим журналистам удалось узнать подробности процесса. Об этом далее Валентина Аскерова. На судебное заседание страна защиты пригласила медицинского психолога Ярослава Соколова. Тот охарактеризовал Михаила Старцева как человека стрессоустойчивого, который может объективно действовать в предсказуемых ситуациях. Но вот что касается криминальных, опасных для подсудимого, то выбирать адекватные средства защиты тот не может. Сторона защиты попросила прикрепить результаты психологического исследования к материалам дела. Гособвинение и сторона потерпевшего возражала, мол, психолог основывается лишь на показаниях части свидетелей и не руководствуется видеозаписью. Кроме того, гособвинение настаивает на умышленном причинении вреда здоровью Рохлову, так как потерпевший не представлял никакой опасности для Старцева. Сегодня прокурор потребовал для подсудимого 12 лет лишения свободы. На судебном заседании выступила Исцена Рохлова. Она отметила, что Михаил Старцев с 27 декабря находится под подпиской о невыезде и может пользоваться сотовой связью. Но свои извинения родственникам погибшего Павла Рохлова он так и не принес. 9 марта состоится следующее судебное заседание. На нем выступит сам Михаил Старцев и сторона его защиты. Пока же от официальных комментариев обвиняемый воздерживается. Наш следующий материал посвящен крайне острой проблеме, которая актуальна не только для нашего региона, но и всей России. А между тем она влияет не только на быстрое перемещение людей, но и может способствовать развитию экономики в целом. Речь идет о малой авиации. В 90-е в Алтайском крае практически не осталось аэродромов, а сегодня и профильные учебные заведения, школа с первоначальной летной подготовкой, работают в высеченном формате. Вот уже 14 лет у курсантов нет возможности летать. О судьбе малой алтайской авиации, ее проблемах и перспективах в специальном репортаже Артема Гусельникова. Авиация в Алтайском крае появилась более ста лет назад. Тогда в Барнауле прошли показательные полеты на самолете Блерио. Пилот совершил три рейса общей продолжительностью 40 минут. В следующий раз небо над Барнаулом побеспокоил аэроплан с символичным названием Сибривком, или иначе Сибирский революционный комитет. Он прилетел в город из Новониколаевска. Так в те годы назывался Новосибирск. Цель полета – сбор денег на строительство Красного воздушного флота. Тогда же аэроплан отправился по маршруту Биск-Горноалтайск-Чимал. Около 80 человек, в том числе четверо крестьян, одному из которых было 102 года, впервые совершили полет. К сожалению, население так было поражено и заинтересовано, что почти не подчинялось указаниям распорядителей и все время держалось около самолета при его спусках и взлетах. Из-за этого некоторые бейчане получили травмы. Еще в 1926 году, совершая круговой агитполет в селе Павловское, разбился самолет «Сопвич». Пилот задел провода «Лэб». Эти случаи подорвали доверие жителей края к воздушным судам. Возобновление авиакомпании в регионе произошло в 30-е, но рейсы были в основном грузовые. Новым толчком для развития отрасли послужила война. Однако золотое время авиации пришлось на 50-е годы. Тогда был создан 118-й авиаотряд и заработали 11 аэропортов. На самолетах за год перевозили около полутора тысяч пассажиров. Полеты, как правило, производили на Як-12 и Ан-2. Или проще – кукурузники. У меня старшая сестра, она работала юристом, и вот она мне часто рассказывала, как она по этим районам летала на этом Як-12. И вот она мне приходила, белая вся, для нее подойти к этому самолету – это была просто страсть какая-то. Ну, зато это было. Следующая веха в развитии малой авиации – открытие нового аэропорта в 1967 году. За первые четыре года его работы число пассажирских перевозок выросло в 170 раз. А к 1973-му алтайские авиаторы перевезли уже полмиллиона человек. Часто рейсы были выстроены так, что самолет забирал много пассажиров в Барнауле, потом их развозил по цепочке райцентров, которые там близко друг к другу расположены, и работал в режиме маршрутки. То есть было достаточно удобно. Стоил билет всего от 10 до 12 рублей. Парк техники регулярно обновлялся. Пилоты начали летать на Л-410, реактивном Як-40, а также на вертолете Ми-2. За 1981-й авиапредприятие перевезло почти 750 тысяч человек. Из них свыше 270 тысяч местными воздушными линиями. Однако в 90-е вместе с крушением Советского Союза начался упадок малой авиации. Из-за плохого финансирования аэродромы закрывались один за другим. Как считают эксперты, малые авиалинии изначально были убыточными, а их содержание было возможно лишь за счет государства. Малая авиация во всех странах, она дотационная. Вот куда ни возьмите, в любой стране, если государство имеет возможность содержать малую авиацию, они это делают, потому что это необходимые вещи. Для инфраструктуры она просто уникальная. Естественно, в этих странах присутствует народ, который имеет определенную платежеспособность, который могут себе это позволить. По данным маркетинговой компании, ПВС – лидер по авиации общего назначения, часть которой небольшие самолеты до 25 мест – Америка. Вторую позицию коллективно занимают Великобритания, Франция и Чехия. При этом в США авиация не только потребляет дотации, но и приносит выручку. Если отделить авиационные работы от авиационных путешественников, вот как мы с вами, то американцы получают косвенный доход от путешествий авиационных 1,9 миллиардов долларов. Это если они прилетают, условно говоря, без ночевки. Ну, прилетел, сел, вернулся обратно. Важнейшим отличием минигулов считает терминалы для малых судов. Их нет в России, но они распространены в США и Европе. Там терминалы находятся на территории федеральных аэропортов, но принимают исключительно маломестные самолеты. Еще одна причина отставания, по мнению летчиков, излишняя стоимость разрешений на управление судами. Чтобы человек получил пилотское свидетельство, ему нужно потратить 1,5-2 миллиона. Это только для того, чтобы получить разрешение садиться в самолет и лететь. Потом тебе этот самолет нужно зарегистрировать, получить на него сертификат соответствия. Это очень дорого. Также едва ли доступна и покупка самолета. На данный момент, говорит преподаватель, российские производители практически не выпускают воздушные суда. А покупка иностранных из-за постоянно снижающегося курса рубля становится слишком затратной. Еще одна проблема – малое количество пилотов. На данный момент гражданских летчиков готовят всего в трех учебных заведениях. В Москве, Питере и Ульяновске. Школа, где детям преподают первоначальную летную подготовку, немногим больше. Одна такая есть и в Барнауле. Именно в ней работают Янис Лейманис и Елена Житнева. Они рассказывают, школьники не летают на самолетах с 2008 года. На это нет денег. Основа их знания – это теория. Исключения составляют лишь парашютная подготовка, три прыжка в год и полеты на авиасимуляторе. Открывается парашют вот этим кольцом основным. Берешься правой рукой за кольцо вот так. И вот таким движением. Я же вытенц. Тренажер позволяет сформировать не только правильное распределение внимания, но и научить будущих пилотов взлету и посадке. На выбор – несколько десятков самолетов и вертолетов. Однако даже такие тренировки не гарантируют поступление в высшее учебное летное заведение. На одно бюджетное место зачастую претендует до десяти абитуриентов. Оплатное обучение многим не по карману. На данный момент, сейчас вот у нас даже в ДОСАФ работают люди уже, ну как говорится, возрастные. Вот сейчас уйдут они, а заменить совершенно неким. Не готовится этих кадров, потому что государство никакой заботы в этом не проявляет. Обучиться очень сложно. У нас масса есть запретительных нормативных документов, а вот именно государственной политики в области авиации общего назначения ее просто нет. Нет никаких ни целей, нет никаких ни задач, ни в количественном, допустим, по количеству ежегодного прироста пилотов авиации общего назначения, воздушных судов авиации общего назначения, инфраструктуры наземной, это, значит, соответственно, посадочные площадки и так далее. Ничего этого нет. При этом частную посадочную площадку, по словам владельца одной из них, в любой момент постфактум могут объявить объектом транспортной инфраструктуры. Для этого достаточно единоразового приземления борта с массой выше 5,7 тонн. Как только вас признают объектом транспортной инфраструктуры, ждите проверок. Проверки проводятся прокуратурой, проверки прокуратурой не ограничиваются ни по времени, ни по количеству, ни по составу этой проверки. То есть прокуратура может приходить, у нас она приходила 9 раз подряд, 9 раз подряд в течение одного лета. Но несмотря на массу сложностей, влюбленные в небо летчики не теряют надежды на возрождение малой авиации, в том числе и в Алтайском крае. И шансы на это есть, но только в том случае, говорит Янис Лейманис, если правительство повернется к отрасли лицом. Прежде всего установить приемлемые налоги, это раз. Во-вторых, нужно каким-то образом ослабить всю эту структуру, которая сейчас есть по поводу регистрации и возможности заниматься именно коммерческой деятельностью. У нас очень много предпринимателей, которые с удовольствием бы потратили на это деньги, развили инфраструктуру, не будь она такой дорогой. В Горный Алтай, в Горно-Алтайск, почему перелетел там куда-нибудь, Белокурих, Славгород, в Камене. Вот у нас ребята же многие учатся из Камня, Славгорода. У нас здесь Алтайская же школа-интернат. Ребята со всего района, конечно, они бы с удовольствием летали. И для этого, по словам преподавателей, есть все необходимое. На данный момент в стране много неиспользуемых аэродромов, которые можно превратить в авиаоазисы, дав работу большому числу людей. И удачные примеры уже есть. Так в 2020 году запустился аэропорт Белокурихи. Но это, говорят авиаторы, скорее исключение из правил. Пока федеральные власти не решатся на финансирование малой авиации и смягчение требований для бизнесменов, ситуация в стране и крае не поменяется. А значит, перспективная и уникальная сфера так и продолжит погибать. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска о редкой зеркальной дате. Помимо того, что 22 февраля 2022 года навсегда вписала себя в мировую историю событиями о специальной военной спецоперации на Донбассе, уникальное сочетание шести двоек запомнится для многих и приятными моментами. По крайней мере, для молодоженов, которые решились вступить в брак именно во вторник этой недели. В нашем регионе 22 февраля официально оформили свои отношения 164 пары. Это почти в три раза больше, чем 2 февраля, когда также наблюдался свадебный ажиотаж. Так, в начале месяца свадьбу сыграли 62 пары. Почти половина из них в Барнауле – 27. 22 февраля же в краевой столице появились 32 новые семьи, а в крае всего 164. Ваш семейный союз зарегистрирован с этой минуты. Вы официально муж и жена. Поздравляем вас! Мы живем уже 10 лет вместе. Захотелось чего-то такого магического. Все-таки тяжело уже будет чем-то удивить. Поэтому решили в такую дату. Говорят, что это какая-то священная дата. Через 100 лет только будет повторяться. Поэтому решили как-то в нее чисто символично отыграть нашу свадьбу. К слову, эта зеркальная дата уникальная. Сразу 6 одинаковых цифр в одном сочетании. Такое бывает раз в тысячи лет. Но нашим современникам в этом смысле повезло. Вторая дата с шестью двойками выпадает на 22 декабря этого года. И на этом у меня все. Такой выдалась уходящая неделя. Я же желаю всем мира. И напоминаю телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok